всем привет с вами ольга яблокова и сегодня мы будем заниматься воспитанием хунтика налаживанием с ним связи то есть будем делать с ним такие упражнения которые позволят нам найти с ним общий язык общую взаимосвязь хочу сказать что лунтику у нас пять лет он еще молодой пугливый в последнее время у нас стал мы вот кормили он окреп вот и начал немножечко себя проявлять активным таким растущим мальчиком да потому что мы жеребцы и у нас начинает появляться свое я что мы сейчас будем делать вообще я планировала с ним позаниматься упражнениями на внимательность но выяснилось в процессе что он побаивается палочки то есть когда он увидел в руках палочку он так скажем поскакал от меня поэтому сейчас в начале займемся тем чтобы он не боялся вот этой вот палочки да смотри какая палочка да вот видишь вот дадим ему ее понюхать вот чтобы он ее не боялся и сейчас мы немножечко так скажем погладим его он побаивается напрягся немножко я теперь в этом месте его похлопают так как лошади очень любит такие похлапывания он это знает а хлыстик конечно он знает со стороны той что если хлыст в руках то значит могут им подстукнуть по попочке и поэтому немножечко и в его побаивается но нам это не нужно наша палочка должна быть нашим помощником то есть это будет она помощник язык будет тело движение то есть от палочки он будет знать а что ему допустим надо смещать за то есть я буду палочка ему указывать на направление движения его задних ног но вот сейчас я оглаживаю его он спокойненько стоит спокойненько воспринимает теперь я поглажу его в этих же местах рукой чтобы он не боялся да не боялся прикосновения видите он уже спокойно к ней относится еще раз значит по спине вот еще проведем вот так куда по задним ножкам вот все он спокойненько на нее реагирует молодец молодец умничка дам ему морковку чтобы у него был интерес и он понял видите да он теперь даже ее берет да и не боится молодец молодец хорошо умница моя а теперь приступим к следующему упражнению то есть будем что я хочу от него чтобы я шла рядом с ним и он шел рядом со мной если я останавливаюсь он должен тоже остановиться то есть обратить на меня обращать постоянно на меня свое внимание то есть концентрироваться на мне и так сейчас мы это попробуем и так мы начинаем движение вперед то есть лошадь она все равно конечно привыкла у нас ходить за человеком поэтому она в принципе знает что уходить надо рядышком и так пойдем пойдем шагом я даю команду движение шагом и так я начинаю движение шагом я ему говорю шагом и он идет со мной значит зачем нам нужна палочка да у меня такая палочка вот с таким хлястиком я ее сделала сама она примерно метровой длины и тоже хлястик может быть чуть чуть побольше может метр десять то есть она мне нужна как помощник для того чтобы он начинал двигаться если он что-то не понимает то я этой палочкой сзади немножко так раз ему подсказываю до чтобы он продолжал движение вперед и теперь я сделаю остановку я дам ему команду стоять стоять вот лошадь остановилась видите он внимательно на меня смотрит движение то есть как бы глаз назад на меня посмотрел значит он обращает на меня внимание то есть концентрируется на мне я его глажу и опять идем дальше я ему говорю шагом все он начинает со мной идти хорошо молодец умница хороший мальчик стоять стоять отлично видите я практически не натягиваю недоуздок он внимательно на меня смотрит и я останавливаюсь и он останавливается ай какой молодец хорошо то есть если у вас лошадь ведет себя таким образом спокойно то даже здесь даже не обязательно давать какое-то лакомство бывает лошади что например не обращает внимание отвлекаются ну таким лошадкам можно дать даже лакомство чтобы он лучше на вас концентрировался вот еще раз попробуем шагом шагом хорошо молодец хорошо ай умница молодец стоять стоять очень хорошо ай браво молодец молодец хорошо умница значит он очень хорошо выполнил то что я от него хочу я даже дам ему морковку за это молодец умница 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 и сделаю то же самое задание в другую сторону итак теперь мы поменяем направление и пойдем другую сторону шагом шагом стоять стоять ой молодец в эту сторону получается чуть похоже так как он привык что его водит люди с правой стороны до держит правой рукой и ведут как правило до человек справа с левой стороны находится а теперь я встала справа его стороны веду его левой рукой ему это не совсем привычно поэтому он не такой внимательный в эту сторону и чуть похуже отвечает на мою команду но все равно для первой раза он это делает очень хорошо шагом шагом если лошадь вот не идет то можно как бы хлыстиком чуть-чуть его как бы раз чтобы он видел хлыстик вот он его увидел хорошо молодец стоять стоять а если лошадь не останавливается то вы чуть-чуть спереди хлыстик покажите лошади вот и тогда он уже не будет так идти вперед лихо молодец да вот видите он трогает хлыстик понимает что в нем нет ничего страшного хорошо пойдем еще раз попробуем шагом хорошо стоять стоять немножечко моему давлением не до узком сделали и остановить стоять хорошо молодец еще раз шагом стоять стоять вот спереди показала ему хлыстиком чтобы он остановился молодец хорошо остановился даю ему морковку молодец умница и еще раз попробуем шагом стараемся я практически не трогать его не до узком чтобы он это выполнял сам стоять 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 вот немножко разворачивается но ничего страшного погладили но в тем не менее внимание он обратил на меня еще раз идем стоять стоять ай браво сейчас очень хорошо молодец дадим морковку очень хорошо ай молодец и попробуем еще раз шагом шагом показали ему хлыстик он пытается меня обойти потому что ему непривычно что я иду с этой стороны но я не дала ему этого сделать и продолжаем движение шагом стоять стоять вот видите немножко концентрация внимание ушла у него потому что он смотрит на выход на дом ему уже это немножко все поднадоедает поэтому сейчас мы еще раз повторим и и на первый раз этого достаточно упражнения шагом 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 хорошо молодец ай умница стоять стоять видите немножко немножко внимание теряется у него ничего еще раз попробуем шагом хорошо стоять стоять немножко он хлыстико напугался да вот он видите мстит ему нельзя еще раз пытаемся сделать хорошо стоять стоять отлично сейчас очень хорошо он сделал мы его хвалим можно его после этого упражнения допустим отпустить погулять чтобы он немножко мозги свои проветрил на молодец хорошо и расслабился молодец хорошо я думаю вам также можно заниматься со своими лошадьми хорошо это очень полезно для того чтобы лошадь имела с вами взаимосвязь концентрировалась на вас обращала внимание чтобы вам было хорошо удобно и проще ней обращаться если у вас остались какие-то вопросы вы мне пишите задавайте также пишите понравился ли вам этот урок стоит ли еще продолжать такие уроки снимать пишите занимаетесь ли вы слышать ми такими же упражнениями упражнениями на внимание да также смотрите видео ссылки на которые я скину ниже под этим видео я думаю они тоже смогут быть вам полезны и интересны но на этом все спасибо за внимание до свидания спасибо за просмотр